Два блока в программе, через которую мы вещаем, это чат и вопросы. Давайте попробуем писать и всякую информацию, скажем так, закидывать в чат, а когда у нас будет блок вопросов, мы будем туда их скидывать, чтобы я не упустил на что и постарался на все ответить. Наш вебинар рассчитан в среднем, наверное, часа на полтора. Я предполагаю где-то в районе минут 50, наверное, уложиться в саму лекцию, рассказать вам то, о чем я хочу рассказать, и потом остальное время мы можем оставить на вопросы, которые у вас там появятся по ходу, либо накопились до этого. В принципе, там ограничения нет никаких, постараюсь ответить на любой, который вы зададите, ну, в рамках темы, которую мы проходим, более-менее. Значит, наш вебинар называется V-Ray для 3ds Max как главный калибр студии компьютерной графики. Название далее по аналогии с таким серьезным, как бы, военным кораблем, который представляет собой достаточно сложный механизм, я бы даже назвал не механизмом, а организмом, который живет и взаимодействует друг с другом, но у него есть некий там главный калибр, который задает всю основную мелодию. Также у нас, если мы говорим о студии компьютерной графики, а в моем случае конкретно о студии архитектурной визуализации, есть некий набор софта, который является задающим мелодией. Это в моем случае V-Ray и 3ds Max. V-Ray на сегодняшний день стоит версии 3.2 на постоянном техническом процессе, там сейчас на подходе 3.3 версии. Но 3ds Max пока используем 2014, но там вплава переходить на следующий. Перед тем, как начать рассказывать, как же мы с ним живем и как мы его применяем, я бы хотел рассказать немного, наверное, о задачах, с которыми сталкивается студия каждый день в рамках работы. У нас есть основные три задачи, с которыми к нам приходят заказчики. Первое – это визуализация, то есть это статические картинки по разным тематикам. Второе – это анимация, это когда просишь, чтобы что-то задвигалось. И третье – это презентация, когда просишь, чтобы что-то двигалось, еще с чем-то можно было бы взаимодействовать. Подробнее, да, то есть визуализация. У нас, опять же, в рамках архитектурной визуализации, есть три таких основных направления, о которых мы можем говорить. Первое – это интерьеры. Интерьер будет разный, начиная от частного интерьера какой-нибудь небольшой квартирки, заканчивая какими-нибудь большими площадями, офисными центрами, развлекательными комплексами, ресторанами и прочими историями. Есть экстерьеры. Опять же, это может быть от небольшого домика, стоящего на шестисотках, когда человек хочет посмотреть, как он у него получается, заканчивая большими жилыми комплексами, горнолыжные курорты делали, где приходится территорию выгонять, где там не шесть соток, а десятки сотен гектар. Проект Мумисон, допустим, который был, у него площадь была в районе 100 квадратных километров, который пришлось простроить. Конечно, там детализация не была везде, там, до травинки, но тем не менее. И бывает объект, когда такая немножко непрофильная задача, но приходит просьба там отрендерить объект, это бывает ювелир, это бывает для рекламы, какие-то делали для алкогольной продукции, и рендеры, и ролики, собственно. В анимации похожая история. У нас есть архитектурная анимация, это ролики. В роликах у нас обычно смешиваются интерьеры и экстерьеры, то есть, ну, опять же, в зависимости от сценария, который мы пропишем. Также зачастую в ролики добавляются и элементы моушн-дизайна, которые тоже приходится делать, в том числе и в трехмерке. И объектная анимация, когда просто там просто покрутить, поворощать. В роликах, опять же, там для пэкшотов, какие-то небольшие объектики. То есть, довольно разноплановые задачи ставятся в рамках анимации. Ну и третье, то, что к нам приходит, это презентации. Они бывают либо обычные слайд-шоу, когда у нас есть картинки, в основном это заполняется теми визуализациями, которые мы сделали, и завязываются, к примеру, на флэше. Бывают интерактивные, которые идут уже в основном на игровых движках, на сегодняшний день. И некий гибридный, где есть и тот, и другой вариант. То есть, заказчик хочет и там странички полистать, и походить, и там где-то нажать на ролик, посмотреть. Ну, то есть, вот такая сборная солянка. И чтобы все эти задачи можно было выполнить, требуется, опять же, в рамках студии, да и в рамках просто, как у вас, как обычного фрилансера, выставить себе некий технический процесс, называемый пайплайном, чтобы все этапы производства любого проекта, будь то визуализация бутылочки из-под чего-нибудь, либо визуализация огромного, или анимация, или интерактивная презентация большого, огромного жилого комплекса, либо еще чего-то. Везде есть три этапа. Первый – это подготовка, когда вы заготавливаете себе референсы, чертежи, которые получили от заказчика, либо делали их сами, в зависимости от того, в каком месте цепочки вы находитесь. Собственно, само производство, когда вы сидите, делаете трехмерную графику, рендерите, получаете рендеры. И постобработка, когда все ваше отрендерено, вы собираете уже финальную картину. Под каждый этот этап необходим свой софт. Собственно, на первом этапе, на препродакшен, на подготовке, нас интересуют два типа софта. Первый – это некий кадровский программ, потому что в практически 100% случаев информация, в случае архитектурной визуализации, либо анимации, она приходит к нам в кад-форматах, то есть это формат автокаду, DWG, реже бывает формат архитектурный. То есть вы должны в своем пайплайне, скажем так, держать как минимум одну, ну, лучше две программы, что-то похожее на архитект, что-то похожее на автокад, либо какие-то их аналоги, которыми вы пользуетесь. Также важно иметь программы растровой и векторной графики для работы с 2D. Ну, растровая, маэстривом является у нас Photoshop, в случае вектора там разделяются мнения, кому-то нравится больше иллюстратор, кому-то нравится больше коров. Можно и тот, и другой, в зависимости от того, где вам удобнее работать. В основном у нас вектор будет необходим для более удобного импорта в трехмерную программу неких там шейпов. Хотя, в принципе, их можно делать также в трехмерном программе, но более удобно их делать именно в 2D векторе. В рамках, в цикле, точнее, самого производства у нас есть некая основная 3D-платформа, на которой мы ведем нашу разработку. На сегодняшний день в рамках моей студии это связка 3D с Max и V-Ray. Max у меня там 14 версий, V-Ray на сегодняшний день 3.2 версии. Плюс есть некая обвязка плагинов, в этом основном совке, в 3D Max. Так как мы работаем с большими экстерьерными сценами, очень хочется иметь некую процедурность. И в этом очень хорошо помогают такие плагины, как Forest Park, как Multiscatter с мультипейнтером, RailClone. Они после того, как появились, скажем так, на рынке, очень сильно изменили сам технический процесс. Работа стала гораздо легче, и исправление в проект вносить стало гораздо проще. Потребуется на сегодняшний день уже некий дополнительный 3D-софт. Не всегда хватает функционала 3D Max для того, чтобы решить задачи, которые ставятся на сегодняшний день. То есть, если лет 5 назад еще можно было просто сидеть в Max и V-Ray, ни о чем больше не думать, то на сегодняшний день заказчик, ну, уже, скажем так, потихоньку требует чуть больше. То есть, в любом случае, вам потребуется некий софт для скульптинга. Так или иначе, вы все равно туда придете. Здесь, ну, вы вправе выбирать сами, то есть, привязывается конкретно, нет. Можно делать это на боксе, у нас есть ZBrush, у нас есть 3D-код. Кому в чем удобно, кто в чем привык. То есть, задача у нас там не гиперсерьезная, но достаточно часто она требуется. Если вы работаете с интерьерами, много работы с интерьерами, скорее всего, вам придется работать с тканями. У нас в Максе есть что-то, связанное с тканями. Но лучше, если вы в свой технический процесс строите такие программы, как Marvelous, которые гораздо шустрее работают с подобного рода симуляциями, и результат, выдаваемый из него, получается тоже гораздо выше, чем это можно сделать в Максе. Можно сделать в Максе, можно сделать хорошо, но там это быстрее и качественнее будет. Все, с чем вы сталкиваетесь, это с этапом импорта-экспорта. Но на сегодняшний день формат FBX в принципе решает все эти проблемы. То есть он, ну, либо общий формат. Без проблем вы можете перекидывать из одного софта в другой, не теряя при этом ни геометрии, ни текстурных координат. Ну и некий дополнительный 2D-софт, связанный с такими вещами, как шейдеры, как рисование текстур. Это Photoshop с его плагинами, очень хороший координат на сегодняшний день, на который имеет смысл обратить внимание. Для Photoshop это Quixel. Такая вот программа, которую я сейчас запущу, позволяет очень интересно подходить к вопросу создания текстур для трехмерки. И также довольно популярный на сегодняшний день Substance Designer, Substance Painter, который позволяет уже не только текстуры делать, но и шейдера, который в свою очередь поддерживается 3D Max, и в том числе и V-Ray. После того, как вы сделали вашу основную работу, то есть прошел этап самого производства, вы на руки получили либо отчитанные секвенции для видео, либо просто картинки для статики, вам нужно провести постобработку. Соответственно, в вашем плане должны появиться одна, либо две, желательно две программы для обработки видео и для обработки статичных картинок. Ну, статика обычно это Photoshop, а для видео тут вы должны для себя решить сами. То есть, насколько много возможностей вам нужно. Так как мы говорим с вами о трехмерной графике и о ее постобработке, наверное, имеет смысл в любом случае включить в свой пайплайн композовые программы нодового типа. То есть у нас есть линейные программы, это типа After Effects, и есть нодовые, а на сегодняшний день это Nuke и Fusion. Кому какая больше нравится, кто там с чем работает, может ее включать. After Effects у нас хорош для создания Motion Design. Там прям вот все хорошо для этого, когда вы начинаете его создавать, то у вас это получается достаточно легко, ну, при должном уровне сноровки, скажем так. Зато работа с масками в After Effects лично для меня представляет небольшую боль. Поэтому мне гораздо проще работать с масками, со всеми остальными делами, в моем случае во Fusion. То есть вот я с Fusion несколько лет дружу и переходить пока не хочу. Ну и в рамках статики, если вы делаете MakePaint, либо еще какие-то картинки, там, конечно, Photoshop. Photoshop с его слоями, с возможностью порисовать. Можно статику композить и в программах для видеокомпоза, но вот я бы советовал вам все-таки там под статику Photoshop держать. Хотя сам периодически делаю это здесь, в зависимости от задачи. После того, как у вас построился некий pipeline технический процесс, я бы хотел с вами поговорить о самом рендере, то есть в нашем случае это V-Ray, и какие задачи стоят перед ним. То есть что должен брать на себя рендер, ну и, собственно, что желательно из него исключить, чего не должно там быть. Рендер это у нас не только там нажать на кнопочку и получить картинку. На самом деле рендер, а вот именно V-Ray, в Max внедряется гораздо глубже. Причем даже начинается не только с шейдинга, с создания материалов, он у нас висит еще и на уровне моделирования, то есть мы можем работать с объектами, которые тоже взаимосвязаны на V-Ray. При работе с большими и крупными сценами, ну вот вообще, если взять какую-то некую предысторию, в моем случае это уже больше 10 лет работы в этой индустрии, поначалу, на самых первых этапах меня немножко мотало в плане рендеров, которые есть. Начинал я с ныне покойного Brazel рендера, достаточно интересная история, с интересным подходом, но выжить, к сожалению, в рамках конкуренции не смогли. Пробовал Final Render, пробовал Mental, и вот это как-то так меня вывело и аккуратно вывело на V-Ray. Начиная еще с версии 1.09, потом вышла у нас там 1.47 версия такая, знаковая, скажем так, где они кардинально изменили подход к работе, и там уже поставили практически жирную точку под всеми конкурентами. Ну и пошло там 1.5, двойка, и на сегодняшний день это уже третья версия переживает, и уходить с нее никуда не хочется. Никуда не хочется, потому что задачи свои выполняют в рамках моих требований на все 100%. Работа с большими сценами. В основном у меня идет 70-80% проектов, это что-то связанное с экстерьером, начиная там от коттеджных поселков, тяжелых комплексов, ну и заканчивая там небольшими домами, но стараюсь держать детализацию на уровне всегда и везде. Поэтому очень хочется, чтобы собрав всю сцену в трехмерке, настроив ее, нажав на рендер, я знал, что это все отрендерится, что не будет там падений из-за памяти, из-за того, что просто там слишком много объектов. Вот для этого есть как раз очень технологии, которые позволяют нам это делать. Ну и дальше поехали поговорим про материалы, что хочется отрендеров в плане материалов. Physical Basis Shading Крайне удобная вещь, когда вы можете при помощи трех карт, это Diffuse, Specular и карты Normal Bumper, либо просто Bumper, сделать хороший, грамотный Shading. Поверей для этого все есть. Самый хороший материал у нас получается не так, когда мы накручиваем с вами огромное количество нот, вымотировали D3, он такой километровый, а когда у нас используются 3-4 текстурных карты, нарисованные конкретно под данный объект. А, это быстро и B, это более качественно. Также крайне необходим на сегодняшний день, если вы работаете с экстерьерами, такое понятие, как Subsurface Scattering, либо обычный, либо фейковый. Листва на деревьях, вся растительность, она имеет свойство под поверхностью вот этого пропускания света. Раньше можно было это игнорировать, на сегодняшний день все-таки хочется это уже использовать. У нас в случае в V-Ray есть и тот, и тот вариант, есть шейдер FastSS, который дает достаточно интересные варианты на объектах, у которых есть толщина. И на объектах, у которых нет толщины, ну, такие как листочки, либо травка, хорошо работает V-Ray to Side, это некий фейковый ССС материал, который дает как раз эффект под поверхностью свечения, просвечивания света. И очень хочется иметь такие функции, как Ambient Occlusion, для, не только по его прямому назначению, для использования по прямому назначению, то есть отрендерить некий канал, и на композе, там, умножить на картинку, получить подчеркание всяких деталей. Ну, и для создания всевозможных автоматических масок в рамках шейдинга вашей сцены. То есть отделить плавно яркую траву от пожухлой, такой более примятой травы, которая идет ближе к дорожкам. Чтобы не рисовать эту всю историю вручную, мы вполне можем использовать такие карты, как V-Ray Dirt, V-Ray Distance, текстура. Замешивая друг на друга, умножая, добавляя, получать нужный нам эффект. По освещению. Очень важно, чтобы рендер умел работать с HDR-картами, то есть светить HDR-картами, так называемым, HDR-освещением. В случае V-Ray у нас есть с вами V-Ray Dome Light, в который мы можем подать HDR, нужную нам, типа, дневную, ночную, может быть, интерьерную, и получить нужный результат. В случае каких-то быстрых привизов очень хорошо иметь под рукой физический Sun и Sky, который поставил, он просто работает. Вот у V-Ray появилась изначально, практически с самого начала, там в 1.47 версии, когда он появился, вот эта Sun и Sky модель, достаточно универсальная вещь. Поставили солнышко, добавили небо и нажали на рендер. И уже получили картинку близкую к идеальному, то есть такая некая волшебная кнопка. И с недавнего времени появилась такая возможность, как Object Light, делать источник света в виде любого объекта. Очень удобно, когда вы, допустим, имитируете неоновое освещение, неоновую вывеску, дабы не грабить там маленьких источников, вы нарисовали сплайм и сказали, что ты сейчас будешь объектом источник света. И он начал светить, честно отбрасывать от себя нужные тени. Единственное, конечно, много шума, но повышение сабдивов решает этот вопрос. Ну и, собственно, рендер. Очень хорошо, что у нас есть движок глобального освещения, причем есть самый правильный, самый честный брутфорс. Жду не дождусь, когда я перестану настраивать все остальные движки и перейду конкретно на него. поставил количество отскоков, сабдивов и нажал на рендер. Это сейчас можно делать, но, единственное, это занимает достаточно много времени. И поэтому все остальные движки, которые у нас актуальны на сегодняшний день, это LightCash, это RadianceMap, они созданы для того, чтобы получить тоже хороший результат, близкий к результату, который мы можем получить через брутфорс, но за счет меньшего количества времени. Тоже достаточно интересно подошли, вот если мы вернемся немножко назад, потому что я говорил про Prezel, там рендер был изначально сделан только на брутфорсе. Во-вторых, если они что-то попытались нести, там RadianceMap какие-то и так далее, но изначально он был сделан на честном методе, если мне память не изменяет, квази-монте-карло. То есть у нас луч света, попадая на какую-то поверхность, отражается от него там угол падения, равен углу отражения, соответственно, чем дальше, тем энергия этого луча теряется. Этих лучей спускается из источника света много, и из-за этого мы получаем достаточно красивое глобальное освещение. Но когда мы начинаем загонять эти лучи в интерьер, и они крутятся в замкнутом пространстве, время просчета увеличивается кардинально. В случае V-Ray у нас есть возможность для V-Ray выбирать другие алгоритмы просчета глобального освещения, не хуже по качеству, то есть качество, в принципе, остается на необходимом уровне. Это и RadianceMap, и LightCash. Ускорение по сравнению, допустим, с брутфорсом, ну, в среднем это в 4-5 раз. Для экстерьеров тоже, если у вас ограниченное время на просчет, и нужно уложиться на какие-то определенные рамки, либо это анимация, где важно вам время просчета, у нас тоже есть возможность ускориться, не сильно потеряя в качестве, использую такие движки, как сочетание, точнее, движков. Не только брутфорс и брутфорс на первичном, вторичном наскоке, но и брутфорс и LightCash, очень хороший результат, это то, на что сегодня я перешел. То есть, в принципе, уже практически, подошли к брутфорс и брутфорс, чуть-чуть осталось подождать, и вот перейдем полностью. То есть, минимум настроек, небольшое количество шума, вполне как бы входящего в норму, либо использовать связку и радианс-мапа брутфорс, что же дает там неплохой результат, но там шуму приходится вбозиться чуть больше. Дальше важный параметр – это сглаживание, антиалиазин. У нас у V-Ray есть несколько алгоритмов, фиксированный, который бьет в лоб, дает самый лучший результат, но при этом съедает самое большое количество времени, ну и еще там несколько дополнительных. Также можем выбирать между них. В принципе, адаптивный, когда у нас мы задаем минимальный и максимальный порог разбиения, работает практически везде хорошо. Color mapping – тоже, который позволяет регулировать, скажем так, точку черного и точку белого, и уходить от засветов, оставляя при этом картинку в достаточно насыщенном виде. Рейнхардт на сегодняшний день просто вот то, что доктор прописал, как говорится. Ну и очень важный параметр, когда мы говорим о коммерческом производстве – это время просчета. Если мы говорим про статичные картинки, там это не сильно важно, то есть можно поставить на ночь и получить к утру, скажем так, результат. Если мы говорим про анимацию, там все-таки уже важно, чтобы у рендера были функции распределенного рендеринга, чтобы мы могли использовать рендер фермы для просчета. В случае V-Ray у нас есть возможность запускать как нет рендер. Это когда мы запускаем на каждый компьютер по одному кадру. У нас есть там 150 кадров анимации, у нас есть 15 компьютеров. Мы на каждый компьютер образно запускаем по 10 кадров и там через моментное количество часов получаем готовую отсчитанную секвенцию наших картин, то есть анимационную секвенцию, которую мы уже используем в программу для постобработки видео, ну и потом в дальнейшем в монтаж и в программу для пережатия. И дистрибутивный рендер, несколько иная история. Здесь мы, получается, используем всю нашу ферму, все доступные наши компьютеры, для того, чтобы они отрендерили один кадр. Очень удобно, когда мы делаем превью. Я бы не советовал использовать дистрибутивный рендер для просчета анимации, но для просчета статики, дабы ускориться и всей мощностью ваших компьютеров посчитать одну картинку. Либо для того, чтобы ваши превьюшки не шли часами, а там читались за несколько минут. Очень хорошо помогает дистрибутивный рендер. Причем там с недавних пор он стал поддерживать еще и переброс ассетов, то есть текстур, проксей, всевозможные истории на компьютеры. Но я бы вам советовал все-таки изначально, когда вы будете строить свой рабочий процесс, заводить некий внешний, скажем так, сервер, на котором вы будете хранить свои проекты. То есть у вас есть ваш рабочий компьютер, на котором вы работаете, и у вас есть отдельно стоящий файловый сервер, на котором лежит весь проект. К нему вы стучитесь по сетевому пути, допустим, там 2 слэша, сервер, слэш, проект, и после этого там название проекта. И, собственно, этот путь, он будет одинаков для всех компьютеров, которые подключены в вашу сеть. Таким образом, вам не потребуется переносить ассеты с одного компьютера на другой. В отличие от того варианта, если вы все делали локально на своем компьютере. Что не стоит ждать, собственно, самого рендера? У нас есть с вами задача сделать либо визуализацию, либо анимацию, то есть какой-то конечный продукт. Нам никто не ставит с вами задачу, что вы обязательно должны сделать весь ролик только при использовании 3ds Max и V-Ray. Больше никуда не суетесь. Нет. 3ds Max и V-Ray – это основная, большая, главная часть в нашем техническом процессе, но не единственная. Поэтому убиваться в рамках 3ds Max и V-Ray и делать прям вот картинку фоторил-фоторил, я бы вам не советовал. Вы потратили, вы можете это сделать. Оно получится очень круто, но просто вы потратите на это времени гораздо больше, чем вы бы сделали это, распределив задачи по разным пакетам, по разным программам. Поэтому V-Ray вы должны из 3ds Max, вы должны получить некий продукт, с которым можно будет работать в дальнейшем. Степень проработки должна быть достаточно высокая, в любом случае, потому что если картинка будет просто состоять из двух буксов, достаточно сложно будет из нее сделать на конкурсе живой комплекс. Это понятно. Но если у вас будет некая нейтральная картинка по освещению, ровная картинка, допустим, по озеленению, и вы подготовите ее для постобработки, соответственно, на этапе композа вы гораздо быстрее сможете вынести те нюансы, которые преобразят вашу картинку и сделают ее гораздо вкуснее, чем она была изначально. Для этого у нас есть такое понятие, как рендер элементы. То есть, кроме основной картинки, которую мы с вами сохраним, так называемого бьюти пасса, мы еще будем сохранять дополнительные рендер элементы, которые позволят нам провести достаточно удобную, хорошую постобработку. Огромный плюс в том, что картинка у нас сохраняется в флотовом формате. Что это означает? У нас изначально наши текстуры, которыми мы пользуемся, имеют цветовой диапазон от 0 до 1. 0 это черный цвет, 1 это белый цвет. Если вдруг в картинке появляется информация выше 1, то есть очень яркий пиксель, он его зарезает до 1, соответственно, она становится белым. Когда мы говорим с вами о флотовой картинке, у нас информация выше 1 не отрезается, она есть. То есть, даже если у вас картинка получилась за светом, за свет – это информация выше 1. На этапе постобработки вы без проблем можете выделить данный объект, который засветился, указать его маску, которую мы предварительно с вами, конечно, сохранили, и при помощи цветокорректа вытянуть назад его натуральный цвет. Он не станет серым, он вернет назад все цвет, который есть. Также есть информация здесь и не только за единицу, но и меньше нуля. Это тоже бывает нужно, когда вы начинаете работать уже с такими эффектами, как World Position Path. Для того, чтобы, допустим, ставить какой-то объект человека, ставить за дом, даже в статике. вы просто указываете позицию этого плейна на вашей сцене. Для этого информация нужна как в положительном, так и в отрицательном стороне. И вся она сохраняется у нас как раз вот в этих плотовых форматах. А конкретно это формат OpenExcept. Причем формат, который живет у нас внутри игры. То есть у нас есть возможность сохранить OpenExcept в нашем стандартном окне, Common, там, где он есть. Но крайне желательно это делать в следующем окне, в настройках непосредственно самого V-Ray. То есть у нас есть с вами возможность сохранять здесь, в RenderRoutePute. Я вам советую пользоваться сохранялками, которые у нас живут здесь. Сохраняя в Rout Image File, мы выбираем с вами формат OpenExcept. 16 по умолчанию, либо если мы галочку поставим, то 32 бит. Отличаются они своим диапазоном. Он и в 16 битах будет огромный. Но конкретно где лично я сталкивался с проблемами, это если мы сцену, к примеру, жилого комплекса, какого-нибудь достаточно большого объекта, где есть понятие километров, делаем в сантиметровых юнитах. То есть System Units, системные единицы измерения сантиметра. У нас получается там в случае километра значения выше 100 тысяч, и он начинает их клампить. То есть где-то там на этом пределе он их подрезает. А если мы будем использовать 32 бита, то у нас диапазон будет гораздо больше, там можно будет до километров до 100, наверное, дорастить информацию по нашей сцене. Но более правильным методом будет использование в случае больших комплексных сцен иных единиц измерения. То есть это тоже очень важно, тоже влияет как на время прочета, так и на качество, на ошибки, на все остальное. То есть вы должны соизмерять. Если вы делаете небольшой интерьер, в метрах там работать будет неудобно. В миллиметрах, возможно, удобно, но, опять же, нужно пользоваться значениями меньше единицы, от нуля до единицы, то есть 0,1,02. Крайне редко мы встретим объект 1,1 мм. Может быть, с третьим не увидим. А вот 1,1 см, она была бы более правильная. Поэтому для себя лично я решил, что если у меня небольшой компактный сцен, я использую сантиметры в качестве системных единиц. Единицы отображения вы можете ставить какие угодно, хоть дюйма, без разницы. А если я переключаюсь на большие сцены, такие как коттеджные поселки, когда мне нужно показать целиком большой объект, либо жилые комплексы, я переключаюсь в метровые единицы измерений, и, соответственно, это дает мне возможность считать свои картинки в 16 бит, а разница между 16 битами и 32 битами это где-то раза в два повеса. То есть вот один кадр 16-битный OpenXR формата Full HD 1920 на 1200 весить будет где-то порядка 20-30 мегабайт. Это один кадр. Если мы делаем секвенцию, соответственно, там получается достаточно большое значение. А если мы говорим про 16, значит 20-30 где-то. А если мы говорим про 32 бита, это уже около 100 и выше. И, соответственно, размер сразу сильно раздувается. А раздулся он, к большому счету, лишь из-за того, что мы не перекинули изначально единицы измерения. Ну и работать с 16 битами, конечно, будет легче и проще, потому что всю эту информацию нужно будет загрузить в программу композа, что-то с ней сделать, перекинуть. И когда 16 бит, оно шустрее существенно работает. Вот когда 32 бит, тут уже начинается тормаж, начинается задумываться чаще и чаще о большем количестве оперативки, о сверхбыстром SSD диске, ну и так далее. Это про флот формат. Также очень хорошо, что есть возможность сохранять рендер элементы. Рендер элементы – это та информация, которая задается у нас здесь. по выбору. В самом деле, достаточно большая из конкурентов, я не знаю, у кого есть такая же, хотя бы такое же количество рендер элементов, которые можно выбить. Есть возможность собирать наши картинки по пассам, то есть от рендеров отдельно. Диффуз, чистый, без теней, без света, без ничего. От рендеров отдельно. Рефлекшены, отражения, преломления, свет. Причем его тоже можно разбить на два. Есть понятие Total Lighting, где мы можем получить с вами информацию про Direct Light, прямое освещение, и Indirect Light, отраженное освещение. То есть глобалка плюс прямое. А можно их разбить по отдельности. То есть получить отдельно Direct и его порулить. И получить отдельно глобалку и порулить, собственно, ее. Добавить спеки. И, собственно, все это там по небольшой математической формуле собрать и получить результат, который будет совпадать с нашим Beauty Pass, ну то есть той картинкой, которая у нас получилась. Все эти пассы, они у нас считаются на фоне. То есть мы считаем основную нашу картинку и досчитываем к ней те рендер элементы, которые мы показали. Если мы с вами работаем с обычными форматами, то они у нас сохраняются отдельно. Мы им указываем просто папочку, куда мы их все будем складывать. Вот разделение рендер ченнелу. И в том формате, который вы здесь укажете, он туда их и, собственно, сбросит. И есть возможность зашивать все рендер элементы вовнутрь OpenXR. Вы получаете один файл, внутри которого зашиты все рендер элементы. И, соответственно, потом вы получаете к ним доступ. Ну, опять же, в зависимости от той программы, в которой будете работать, там, Newt, Fusion, по-разному они достаются. Во Fusion чуть посложнее, в Newt чуть попроще. Ну, там, немного разный диалог, хотя особой разницы нет. Вот. И что у нас получается, если мы собираемся в нашу картинку попасть? То есть у нас есть с вами отдельно просчитанный диффуз канал. Вот он такой, то есть ровный цвет, без теней, без ничего. У нас есть отдельно просчитанный канал отражений с его маской. Канал преломлений на стеклах мы видим, на машинках. С его маской, маской силы этих преломлений. Есть канал Total Lighting. Здесь вместе совмещены и Direct, то есть прямое освещение, и Indirect. Единственное мнение, тут солнышко, оно так достаточно сильно заведено такое раннее либо вечернее освещение. И есть спеки, но на данном ракурсе их особо не видно, вот они чуть-чуть вот здесь начинают проявляться. Больше их видно, когда мы сверху смотрим на всю эту историю. Вот на деревьях они блестят и мерцают. Вся эта история соединяется между собой, и в итоге мы с вами на выходе получаем картинку. Что сейчас у нас подрендерится. Тоже не быстро это все, но тем не менее. Это гораздо быстрее, чем делать тестовые рендеры, тестовые прогоны в рамках трехмерной программы. Вот мы и сложили. В чем преимущество сборки по пасам? Мы получаем возможность контролировать каждый, скажем так, из процессов. К примеру, у нас есть с вами картинка бьюти-паса. Допустим, какая-то засветка, либо недостаточное количество отражений, либо наоборот перебор с отражениями. В рамках обычной цветокоррекции, когда мы корректируем бьюти-картинку, мы можем сделать это светлее, темнее, либо что-то добавить, но конкретно с отражениями самим внутри поработать не сможет. В этом примере мы сможем, выделив по нужной нам маске нужный нам объект, например, куст, либо еще какой-то элемент, который мы хотим получить, сказать, что, допустим, силу отражения я хочу сделать чуть меньше, либо чуть больше, и меняем ее. И она, соответственно, за счет этих математических функций сложения, умножения друг на друга дает нужный нам результат. То есть, были изначально проблемы у V-Race со сборкой по самому счету на версии 1.5, на версии 2.0 тоже немножко. С третьей версии вполне можно это использовать для коммерческой деятельности, скажем так. никаких уже явных и видимых багов не вылезает. То есть, тот результат, который получается, вполне меня радует и устраивает. Маски это то, что я вам показал. Возможность сохранять маски отдельно для любого элемента, тоже в дальнейшем можно ими пользоваться, для быстрой цветокорректности. Ну, к примеру, используя вот эту маску, мы можем наши вот эти кустики крайне быстро сделать немного другого цвета. Сделали крафтным, или синие они нам потребовались. И на финальной картинке это сразу у нас отразилось. Без перепросчета. глобально, в рамках рендера всего кадра. Потому что рендер этого кадра был достаточно суровый. Там это было где-то порядка трех часов, наверное, на кадрах. А здесь заняло у нас буквально секунд 10-15. И мы поправили цвет. Также можно внести там хаос рандом в саму зелень. То есть, какую-то сделать пожелтее, какую-то сделать потемнее, посветлее, похолоднее, потеплее. Вот эти все нюансы, их не нужно выводить на этапе рендера. Их желательно оставить на этап постобработки. Для того, чтобы у вас появилась возможность делать это быстро. Ну и, собственно, бьюти-коррекция. Это когда мы с вами используя нашу отрендованную картинку, бьюти-пасс, вносим какие-то изменения нюансовые в нее. То есть, не собираем пасса, у нас уже есть, она готова, и мы хотим в данном случае поправить цвет листвы. Мы берем маску нашей листвы. Используются три основных канала, которые можем выдирать. То есть, выдрав красный канал, мы получаем маску только красного, соответственно, зеленый-зеленый, синий-синюю. И на каждую мы можем делать цветокоррект, для того, чтобы немного его тут разбавить. Добавим нюансов, там где-то посветлее, где-то там потеплее, что-то сделать, добавим. Тоже цвет, недостаточно яркий цвет на материале вот этом коричневом на нашем доме. Нам достаточно просто взять маску, которую мы заранее с вами подготовили, и подкрутить немного контраста. Без перерендера. Поправили зелье, добавили каких-то нюансов в тени, добавили по Z-каналу воздушную перспективу. собрали небо под конкретную камеру, добавили нашу картинку, накинули эффектов, всяких операций, кривые подтянули, засветочку, финальную, и получили уже картинку, которая пошла у нас в финальный рендер. То есть была картинка вот такая. ну ее поменяли без дополнительных рендеров, без ничего. То есть просто внеся изменения на этапе постобработки. вкратце как-то вот так, то есть наш рендер V-Ray позволяет решать достаточно большое количество задач, то есть сцены разных, скажем так, объемов рендерится иногда с танцами с бубном, но все-таки рендерится. Ну да! На сегодняшний день вот те, кто начинает делать, скажем так, свои первые шаги в индустрии, в этом, либо который там вот меч сейчас тот или иной, что бы я вам советовал. Не скажу, что бегите сразу себе там, берите V-Ray, вы в любом случае должны выбрать сами, вы должны вот так же, как я вам сегодня показал, разрисовать ваши задачи, которые перед вами стоят, и посмотреть, насколько тот или иной продукт может их решать. Для меня на сегодняшний день этим продуктом оказался V-Ray. Возможно, для вас окажется кто-то другой, но всегда нужно смотреть не на синтетические тесты рендеров, не на то, насколько быстрее там один рендер от другого отрендеровал конкретно данную сцену, а на то, сможет ли он работать в рамках вашей ежедневной загрузки. Вот к вам придет сегодня заказ, нужно сделать птичку, поселка из 10 тысяч домов. Кто сможет этот вопрос решить? Один, второй или трекер? Он потянет, откроет ли он такое количество, есть ли какие-то дополнительные возможности на рынке, чтобы как-то ускориться. Допустим, для того же самого V-Ray вполне можно для 10 тысяч домов взять Forest Park, загнать туда этот дом и сказать, сделаем мне 10 тысяч. И не заморачиваться о том, что он там где-то вылетит по памяти, это отрендерит. Потому что технология внутри этого софта позволяют это сделать. Либо то же самое Railclone, он тоже там на подобных технологиях завязан. Или там Multiscator какой-нибудь, или еще какие-то программы, которые позволяют все это делать. То есть важно то, как чувствовать себя рендер ваших ежедневных задач. То есть если у вас, допустим, только интерьер, возможно имеет смысл посмотреть куда-то еще. Если у вас есть экстерьера, значит нужно смотреть на, я думаю, там, по большому счету альтернативы-то в V-Ray и нет никаких. Опять же, если мы говорим о больших, хороших комплексах сцен. Если у вас объектная графика, то есть вы делаете ювелирные какие-то изделия, еще что-то, тоже возможно имеет смысл посмотреть там в сторону каких-нибудь анбиас-трендеров. Поковырять что-то там и получить какой-то результат. Мы вроде уложились, 11.55, у нас есть с вами порядка полчаса на всякие разные вопросы и, собственно, могу их выслушать. Боря Кулагин мне сказал, что укрепил, верил, что он все правильно делал. Боря, ты все правильно делаешь. Я в тебя верил всегда. Спасибо, Ксения. Дип-композ. Ну да, на самом деле дип-композ очень такое расплывчатое понятие, то есть в какой-то степени я его использую. Я не ставлю галочку дип-композитинг в EXR. Не ставлю это, потому что на сегодняшний день вот у меня в моем пайплайне на этапе композа стоит фьюжн седьмой версии. Он не воспринимает вот именно этот EXR дип-овый, но с облаком точек я работаю. И оно очень часто помогает, очень часто выручает. Богдан, запись вебинара велась. Я думаю, Екатерина расскажет, когда она ее опубликует. Да, запись вебинара будет, и будет дополнительная рассылка по всем, кто принимал участие непосредственно с этой записью. То есть мы это все сделаем. На почту придет ссылка для того, чтобы посмотреть вебинар. Хорошо ли играет этот дип? Ну, по сути, да, для люка хорошо. Для восьмого Fusion скажу чуть попозже, когда возьму и начну использовать его в своем техническом процессе. На сегодняшний день все, что я использую для более глубокого композа, назовем это так, это рендер элемент, который называется чуть-чуть он подумает, Vray сэмплером и режим я выставляю камеру. То есть на данном раскладе я получаю A, это облако точек все мои сцены, которые восстанавливаются назад при помощи камеры, которые я выгоняю через FBX. То есть я выгоняю камеру, делаю корректировку на нее и получаю свою сцену в виде облака точек. Здесь что я могу сделать? Я могу делать всевозможные подсветки объектов. Часа посмотрю, у меня даже открыта здесь информация. Ну, да, вот, как раз канал World Position Path, который выгоняется через сэмблей рынков. Получается вот такая картинка. На самом деле здесь у нас в каждом пикселе есть информация о его координатах, в данном случае относительно камеры нашей сцены. То есть если мы с вами уберем нормализацию картинки в диапазон от нуля до нидец, мы увидим, что это некие Z-каналы. В голубом канале у нас находится честный Z, у которого информация идет от нуля до минус бесконечности. То есть оно идет не от нуля до единицы в этом диапазоне, а разворачивается назад и улетает туда. И это у нас получается Z-канал голубой. И, собственно, каналы X и канал Y тоже выходят здесь. Ну и в дальнейшем если нам нужно что-то произвести с данной сцены, у меня камера здесь есть. Давайте быстренько его восстановлю. Допустим, мы с вами возьмем ноду Position. Немножко в обратную сторону мне идет. Я отсюда беру Z, подгоняю в свою основную композицию Z-канал через вот этот channel boolean. То есть говорю, что голубой канал вот этой истории это мой Z-буфер для вот этой истории. Здесь собственно ноду выставляю Z-to-Word Position, то есть в обратную сторону и подключаю сюда камеру. То есть обязательно должен показать из какой камеры я смотрю, чтобы он правильно восстановил всю сцену. И после этого достаточно добавить уже ноду. Ну давайте возьмем ноду Volume фок саму сцену. Тоже показываем камеру из которой работаем. Каналы здесь берем все. Размер поставим метров пять будет. Ой, пятьсот метров. Пять метров это вот так. И указываем на сцене где оно должно находиться. Сферическую к примеру. Мягкую такую подсветочку какой-нибудь тепленького оттенка с небольшим свечением. Давайте сначала с большим чтобы понятно было что это такое куда оно попало а потом его подровняем. И можем указать любое место в нашей сцене то есть вот на доме там вот за домом но вот этот дом ее перекрывает. Собственно получаем нужный нам результат. Ну и потом взбиваем гейном чтобы оно не сильно било нам по глазам. Очень хорошо разделять в таких густых местах деревья листву то есть загнав куда-то вот под них ну там подвигать тоже можно по иксу по иксу по иксу выбрав нужный размер сразу удаем разбиение. Зайти на вебинар пропустил много видеозапись будет доступна. Ну таким образом также кроме фога можно делать объемные маски то есть если вы вдруг забыли либо не сделали либо еще что-то у вас случилось по каким-то причинам маску участка травы либо еще чего-то вполне можно использовать при помощи вот этого же канала объемную маску. Давайте мы ее вот так вот возьмем покажу как она работает. Масочку которую мы просто показываем на нашей сцене где она лежит и какого она размера. и собственно здесь говорим только маска. И вот эту информацию мы уже используем в нашей сцене. Камера будет двигаться но она никуда не уедет она всегда будет стоять на этом месте. Очень удобно если вы хотите разбавить кусок леса и нового цвета сделать с 1, 2, 3, 4 масок сработать с ними как с обычными масками используя канал вот этот Work Position Pass который у нас в V-Ray в свою очередь настраивается через V-Ray Sampler Info в режиме точки и камер точно так же здесь мы можем выгонять UV-координаты причем UV-координаты мы можем выгонять по тому channel который нам необходим то есть если у нас есть два UV-channel один под маску и второй уходит под чистовую картину без проблем вы создаете второй этот сэмплер единственное условие у них должны отличаться названия я обычно так и пишу то есть если это UV я пишу UV UV-2 здесь я его пишу UV-1 в таком же виде они у вас будут храниться в списке каналов вашего формата OpenXL либо если вы сохраняли их отдельно то у них будет именно такое название достать их можно будет вот здесь по их названиям UV VPP красный зеленый синий канал для Relight удобно выгонять ну и Normal и World Position Path вообще при помощи Normal это делают Normal тоже у нас есть единственное есть ли смысл в Relight в рамках ArchViz вот здесь вопрос тут наверное все таки имеет смысл это сделать на рендере и не вносить кардинальных изменений на композе то есть если мы допустим говорим о съемочном материале там да бывает такое что сняли днем а нужно делать ночью и там без Relight никуда а в случае трехмерной графики я бы все таки советовал все это делать в рамках 3D вы построили там правильно Light Rig для ночи сделал для дня отчитали отдельно а нюанс уже внесли то есть там засветочку от источника свет там glow где-то висит где-то подсветка вот эта причем при помощи вот этой штуки Volume Fog вполне можно имитировать там подсветку внутри домов кинув ее там в режиме там additive там либо еще каким-то похожим режимом допустим Fog Only только сделали получили вот такую вот историю и ее сверху на вашу композицию добавили она загорелась без проблем если правильно настраивали материалы Vray в Vray есть возможность при настройке рефлектов и рефрактов учитывать объекты которые находятся за ними в рендер элементах то есть допустим если у вас есть маска квартиры за стеклом то выставив функцию в материале All Channels в рефракте в рефракте создав Vray материал и указав в рефракте All Channels в рендер элементах мы получим за вот этим материалом стекла все наши маски которые нам необходимы поэтому у нас появится возможность даже вот при помощи с этим Volume Focus залезать вовнутрь объекта который находится за стеклом ну что там подсвечивать конечно теней честных там не будет но подсветить вполне получится так еще какие-нибудь вопросы есть у нас которые хотелось бы узнать так расскажите немного о Quixel а давайте расскажу немного о Quixel Quixel на сегодняшний день находится ну как они говорят на подходе к своей свежей версии к двойке достаточно интересной технологии сам Quixel состоит у нас по сути на сегодняшний день из двух больших скажем так объемных программ первая это NDO которая работает с Normal Map и позволяет создавать Normal Map так как мы бы создавали с вами банк карты то есть с банк картами все понятно да у нас есть черный цвет который является допустим низом нашей картинки есть белый цвет который является верхом нашей картинки градации серого они у нас вырисовывают объем чем темнее тем ниже находится данная информация мы можем использовать как для банка так и для дисплейса в некоторых вариантах это может быть нулевой точкой у нас может быть середина серого 128 по серому соответственно 0 уйдет вниз на какое-то значение там единица черный вниз идет на какое-то значение единица вверх на некое значение с нормалом несколько сложнее там какие-то фиолетовые картинки сделаны по какому-то там непонятному нам алгоритму и как с ними работать не особо сильно ясно то есть есть всевозможные плагины которые конвертируют из одного в другого то есть можно нарисовать по сути бамп карту и потом через там плагин от нвиди или фотошоп или там еще какие-то дополнительные плагины сделать конвертацию бампа в нормалы что дает НДО он позволяет нам рисовать в фотошопе так же как мы бы рисовали с вами обычный бамп вот таким вот образом мы с вами рисуем назад белым цветом я рисую не черным белым цветом так тут информация нужно такие вот истории добавить расставить точки после этого я нажимаю на конвертацию конвертировать шейп в нормалы там проходит некий экшен который он записывает и он нам создает из нарисованных белых наших полосок вот такую норму карту ее можно сразу посмотреть то есть у нас появляется превью с нашим на кубике это покажу с нашим материалом добавляя сюда новые слои мы можем это менять можем указывать размер выдавливания то есть увеличивая здесь параметр будет увеличиваться сразу и здесь все это будет видно все будет понятно можем указывать шейп в какую сторону сейчас у нас это выпуклое мы можем делать в пуклое вовнутрь линейное мы можем делать экспоненты easy in easy out закругление это все влияет на форму наших шейпов мы можем рисовать шейпы при помощи путей линий точнее наших то есть не только при помощи кисти но и выстроив их таким образом и добавив следующий сюда без проблем мы можем после этого их перемещать они создаются у нас как новые слои шейп шейп которые мы сохраняем и после этого мы эту историю поднимаемся повыше можем влияние одного или другого там больше или меньше делать и сохраняем это как обычная тга либо еще какую-то историю и используем это работа с нормальными а также у нас есть возможность здесь и в том числе и конвертации мы можем взять допустим какую-то готовую нашу картинку давайте я сейчас текстурку брошу так так Вот, к примеру, вот такая вот текстура коры березы. И ее можно конвертировать в нормальный, используя некую предустановку. То есть, в нашем случае это кора, и здесь тоже можно поискать что-то похожее на кору. Можно будет, вот есть какая-то кора для сосны, ну, я думаю, нормально это будет. И говорим, что мы работаем с активным документом. Довольно долго процедура здесь проползает, потому что, по большому счету, все вот эти штуки – это экшены, записанные там по определенному алгоритму. И вот получаем такую вот карту. Если мы ее посмотрим на наши трехмерки, то увидим вот такую вот историю. Видим, как она проходит. Можно на цилиндрике глянуть. И, собственно, мы можем увеличить силу каких-то определенных трещин, добавить мелкой детализации, глубокую убрать, чтобы не была она такая сильная. Вот, и получить нужный нам результат без, там, предварительных рендеров. Конечно же, в V-Ray один в один это не получится. То есть, все равно картинка будет отличаться, потому что движки рендера, они разные. Но, тем не менее, подогнать и подготовить мы вполне это можем. Вот, это что касается НДО. У ДДО немного другая история. Это, скажем так, пакет, который позволяет перевести создание материалов немножко на другой уровень. Для этого нам нужен меш, с которым мы будем работать. Соответственно, у меша должна быть обязательно развертка. То есть, он должен быть развернут в рамках нашего там UV-квадрата один на один. Иначе не получится вот этих историй. Давайте попробуем взять что-то там из готовых историй. Вот, допустим. Пусть те же самые лесенки будут открыть. Обязательно нужна ID-карта. ID-карта представляет собой вот такую цветную картинку, где каждый отдельный, скажем так, элемент залит одним однотонным цветом. В принципе, в Максе есть анврап это все выгонять. Я использую для этого скрипт анврап, как так он называется, у которого есть возможность выгонять эти ID. Можно так просто в речную красить, назначать материалы и рендерить его диффуз. То есть, назначить мультиматериалы и отрендерить диффуз в нашей картинке. Ну, вот это как бы две основных карты, которые требуются для того, чтобы создать уже некую нашу базовую историю. Здесь мы с вами выбираем размер. Ну, пусть оно будет 1024. Я в основном пользуюсь DDO для создания текстур для интерактивных приложений. Ну, в принципе, это вполне работает и с обычными рендерами. И указываем, куда все это сохраняем. Давайте я папочку поменяю. Сделаем вот так. Test02. Окей. И говорим, создай нам базу. Также, если у вас есть нормалы данной картинки, тоже можно подцепить их. У меня, по-моему, нормалы на этой лесенке тоже были. Давайте попробуем вот такие. И путь, собственно, еще раз указываем сюда. И говорим, окей. Он там сам создает некие папки, куда складывает необходимую информацию. ID с антиолиазингом для DDO. Карту нормали конкретно корректно применять. Ну, смотрите, самая большая проблема в карте нормали – это гамма 2.2. То есть, если вы работаете в гамме 2.2, то нормали вы должны всегда загонять с коррекцией с override на единицу. То есть, создавая шейд, работая в гамме 2.2, как в моем случае, вы берете, к примеру, текстуру дороги, вот в моем варианте, да, вот он, норма. И говорим обязательно о override на единицу. В этом случае она у вас загрузится, отработается корректно. Ну, а дальше решать вам. Два способа есть по отображению карты нормали. Первый – это через NormalBump, а вторая – это через VrayNormalMap. Здесь вот так, и вот так кидаем. В этом случае вот так кидаем. В этом варианте у нас есть возможность добавить дополнительный бамп, допустим, если это у нас какая-нибудь там доска. В качестве AdditionalBump мы можем указать четкие линии доски, там вот прямо разрывы, а NormalBump сделать мягкую вот эту фактуру древесную. В случае VrayNormalMap пока нету, но уже есть, то есть в версии 3.3 уже добавить сюда additionalBump. Я пользуюсь либо тем, либо тем. Еще бывает вариант, когда имеет смысл флипнуть ось Y. Не всегда корректно выгоняется ось Y. То есть, если вы смотрите, понимаете, что у вас бамп смотрит в обратную сторону, делайте вот так. Флипы Y. и он начинает показываться получше, поинтереснее, более правильно. Так, собственно, вернемся назад к нашим DDO. Вот наш объект. Даже с какими-то там штуками. Это у нас NormalBump так показывает себя. Отработался. Вот. И какая здесь идеология. То есть, когда мы с вами рисуем текстуры для наших объектов, мы рисуем, допустим, диффуз. И потом начинаем что-то из него делать. То есть, превращать его в Normal, превращать его в Bump, особенно, когда мы делаем текстуру под конкретный объект. DDO позволяет нам работать в Photoshop сразу с материалом северком. У него есть некая своя библиотека материалов, также есть возможность вам самим загнать сюда те материалы, которые необходимы. Ну, давайте попробуем покрасить. У нас это ступеньки. Давайте сделаем, наверное, из цемента. Вот из такого основную базовую текстуру. Даем Create. Опять же ждем какое-то количество времени. В версии 2.0 очень сильно не обещаю, что вот это все не поправили, работает там прямо молниеносно. Вполне может быть. Посмотрим. Обещают к зиме выпустить. Так, по Борису. Айди без антиалиазма. Я, по-моему, ответил. Айди у нас идет с антиалиазма. Он выгоняется из антиалиазма из анврапа. То есть мы разворачиваем карту и оттуда рендерим. Вот в моем случае, сейчас если открыть макс, взять какой-нибудь бокс, кинуть на него анврап и собственно развернуть. Любым образом. Можно соединять, можно не соединять. Не принципиально. Вот конкретно в этом скрите, поле анврапера он называется, есть функция в рендере. Рендерить материал ID. и нажимаем на нашу картинку и получаем вот такую вот историю. Вот этого более чем достаточно для того, чтобы воспользоваться там. Соответственно, если ID-шники будут одинаковые, то цвет будет один. То есть здесь у нас у бокса по умолчанию на 6 ID-шников он может быть, а тут он 6 разных цветов дал. И это потом используется там. Сделали. Ну, здесь у нас есть сбоку полоска. Полоска, допустим, у нас металлическая. И мы хотим ее добавить. Как это сделать тут при помощи ID-шников? Мы с вами добавляем еще один материал сверху. Вот этот цемент это тоже там набор неких материалов. В данном случае это у нас основной цемент. И вот эти, видите, Ambient Occlusion автоматически, который сюда прилетел, он санализировал как-то нормалов и с них сгенерил свой Ambient Occlusion. Всю эту историю можно делать сильнее, меньше. То есть, влияние одной на другую мы можем с вами без проблем регулировать. Можно вообще отключить. И оно будет без него. Можно цвет поменять здесь основной, сделать чуть серее, и оно не будет таким явным. нижней потёртости. В чём карта потёртости тоже, она генерируется автоматически, именно как карта грязьки на основе анализа самой геометрии и в моём случае по-моему там Normal Map сработали. И здесь мы можем задавать разные маски, разные наложения на одну либо на вторую. То есть, это не просто ровная полоска, это вот прям такая грязь, грязь. Тоже это всё можно делать. Этот цемент у нас расположился в диффузе, он здесь называемом Альбедо. Он же у нас появился в Гласях, он же у нас появился в Нормале, дал свои нюансы. Металлонез, это опять же в зависимости от того шейдера, который вы создаёте. Забегая немножко вперёд, там во второй версии они обещают сделать и подверение этих шейдеров. То есть, тоже там об этом разговоре идут, и тогда мы сможем вполне использовать каналы диффуза, рефлекшена и рефлекшен глоссенс, для того, чтобы получить практически один в один результат, как показано здесь. То есть, создавая на нашу геометрию не просто текстуру, а именно материал, мы раскидываем по всем каналам. Дальше мы добавляем металл, то, о чём мы говорили. Давайте добавим полоску здесь сбоку из металла. Металл можно взять такой, прям явным, давайте, браться, можно взять там уже какой-нибудь покоцанного типа, и полированный, либо ещё что-то. У них есть свои предустановки, вот, такой-то краской покрашен, да, с протёртыми краями, тоже это будет работать. Давайте его и возьмём, пусть будет синим цветом. Немножко, конечно, расстраивает вот эта скорость взаимодействия, но я очень верю в вторую версию, то, что они там действительно сказали, поправили реально в разы. Вот у нас получился наш металл лёг сюда. И здесь мы хотели с вами его кинуть не на всю, не на весь объект целиком, а кинуть его только на часть объекта. вот у нас есть с вами розовый, то есть если мы клавишу C в этом видовом окне зажмём, розовый цвет это у нас вот эта полоска. Мы здесь говорим, что мы это хотим назначить на розовую масочку. Он нам кинул её конкретно на эту часть, то есть по айдишнику. Соответственно сама текстура тоже уже будет в таком разбитом состоянии. И также можем зайти внутрь него и отрегулировать вот эти полоски, сделать их больше, меньше. Вот они все идут, все они подписаны. И таким образом вы дальше создаёте весь ваш шейт. То есть если у вас много этих объектов, точно так же выделяя маски указывая, что куда назначать, всё это выкидываете. После того, как вы это сделали, открываете экспортер, говорите, куда вы сохраняете, в каком формате, с какими суффиксами, количество бит, под кого калибровать, окей. И он вам выгоняет те карты, которые вы будете использовать уже непосредственно в Maxis V-Ray. либо в каких-то других программах. Если будете с игровыми движками работать, в них всё это так. Достаточно удобно. И сам проект вы сохраняете, тоже он сохраняется на диске в виде облака папок, по-другому это сложно назвать. То есть вот таким вот образом оно сохраняется, эта вот дверка. И вот такие картинки она выгоняет. Диффузный цвет двери, это у нас Ambient Occlusion дверки, это у нас указание металлических объектов, нормалы, рефлекшены, а, рогнос это, это глоссинус, назовём его так. И собираете на вашу дверку, получаете результат похожий, как здесь. Достаточно много времени это экономит, то есть если включить эту историю в технический процесс, оно будет очень сильно помогать. Похожая история с Substance, тоже по сути там работаете с геометрией, которую получаете из Макса, то есть выгоняете в FBX формат и собираете его там. Но вы уже можете выгонять эту историю не 4-5 отдельных карт, а формат FBS Art и использовать его уже внутри Макса с V-Ray при помощи карты Substance, что указав ее здесь. Допустим, там Load. Они есть у нас в предустановках, в noise и в текстурах лежат. у меня есть там отдельно на Следation. И раскидываете Diffuse, вставляете в Diffuse, в Speck вставляете в Reflection и Bump вставляете допустим сюда, а его уже подключаете в Bump. карту. Только не Bump, а Normal надо было. Вот так вот. Normal, да. А саму историю вы создаете в этом. Напишите название программы. Название программы Quixel. Так, а куда я должен писать? Давайте я вам в чат напишу. Quixel Suite. Чат у нас тоже там же внизу, где и вопросы были. Так, еще вопрос у нас был. Ключевые моменты по рендерингу анимации. Ну, ключевые моменты какие? вы должны сделать там некую хронологию ваших действий. То есть, а, вы должны посчитать свет, если это подразумевает данная анимация, определиться, наверное, сначала так, определиться с выбором движков для просчета анимации. если позволяет ресурсы, машинные, скажем так, я бы советовал использовать движок вот такой, бортфорс лайткэш. Накручивайте с обдилов в бортфорсе, ну, плюс-минус там от 40 уже можно начинать писать. Вот, и настраивайте лайткэш там, по вкусу, по тестам своему. В таком случае нет смысла просчитывать, предпросчитывать отдельно свет, то есть, вы считаете просто в лоб. Можно сразу загонять. Причем, как анимацию fly-thru, то есть, когда у нас летает только камера, а вся сцена у нас статично не двигается, так, в принципе, анимацию с движущимися объектами тоже позволяет считать вполне нормально. Вы должны обязательно определиться с антиалиазингом, то есть, выставить нужное количество антиалиаза, которых будет достаточным для вашей сцены. То есть, сцена простая, но там, одно значение. Если сцена вся в растительности, в листве 90% ее занимает трава, то вообще имеет смысл это, опять-таки, чисто нафиксированный. Там вы избежите ошибок. То есть, просчитать анимацию проблем нет. Вот нажимаете вот так, актив сегмент, да, и вот он всю эту анимацию просчитывает. Основная проблема при просчете анимации, это шум, который может у вас вылезти из того, что вы неправильно поставили настройки. Шум бывает двух разных типов. Один тип это кипение, когда вот мелко-мелко все кипит. Этот шум идет у нас от антиалиазинга. Нехватка антиалиаза на краях, и поэтому там идут ошибки, из-за этого все кипит. И второй шум это некое такое покачивание, мерцание, это когда неправильно просчитано глобальное освещение. Вот это вы, по сути, должны учесть. Не забыть о environment, не забыть о том, что DMC должен быть настроен нужным образом, чтобы ни до двух не стоял одна сотая на стрэш-холде, тогда вы получите картинку, но не скину, которую ожидаете. Ну и не забыть настроить рендер-элементы, чтобы у вас анимация не пропала. Но опять же, не забыть сохранить всю эту историю. Это вот из основных моментов. По рендер-элементу тоже в основном они не сильно затормаживают сам просчет, кроме ambient occlusion. То есть, если вы эридирд кинете сюда как экстратекстуру, ждите где-то там в полтора кира, в два раза дольше времени рендера вашей картинки. Поэтому в последнее время я стараюсь occlusion, если он крайне мне необходим на композе, считать отдельно проходит. Я сначала считаю всю мою основную колбасу, beauty pass, маски и все остальное. А если мне нужно прочитать тяжелые вещи, я создаю еще один рендер, на нем выключаю все, выключаю свет, выключаю глобальное освещение, текстуры, ну все практически. Пустую сцену я прочитаю уже с тяжелыми рендер-элементами. В итоге она получается дышать. Да, все, у нас уже говорят, что время кончилось, и мы потихоньку заканчиваем. Если интересны эти вопросы, заходите пообщаться, я буду на CG-эвенте, чтобы меня там можно было поймать живую, там будет несколько выступлений, приходите сюда, поговорим, ну либо следите, может еще какие-то вебинары будем потихоньку выпускать, давать. все, я это отключаю, всем спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok